Доброго времени суток, дамы и господа, с вами Прео, и сегодня мы поговорим о протосинтезе, а именно о первых его этапах. Само собой, если вы уже посетили Зерит Мортис, посетили Низиную Изгнальника и начали изучение языков, то вы довольно-таки многое, скорее всего, уже изучили, ну или изучите довольно-таки скоро. Всё-таки у каждого темп игры разный, но поговорить об этом стоит именно сегодня, потому что именно сегодня те, кто со старта начинал играть, уже прокачали тот язык, который открывает нам особое строение в виде протосинтеза. Что это за язык? Давайте глянем. Открываем нашу шифровальную консольку, и для того, чтобы открыть первый этап протосинтеза, нам нужно понимание диалического. Открывает доступ к кузне протосинтеза на юге от приюта Пилигрима, позволяющий вам открывать и создавать небольших существ. Что такое небольшие существа? Питомцы. Любимые всеми питомцы. Также есть небольшой апгрейд для протосинтеза. Читаем. Понимание сопранийского улучшает ваше понимание кузни протосинтеза, позволяя открывать и создавать более крупных существ. Это маунты. Давайте полетим в приют и всё абсолютно почекаем. Вот мы и прилетели в приют Пилигрима. Спускаемся чуточку пониже, если смотреть на карту, и нам нужно, собственно, куда забежать? Вспомнить бы. Вот сюда. Бежим-бежим. Гудящий утёс. Тут ещё периодически появляется рарник, пир и червячок. Яростень. А вот она наша кузня протосинтеза. Забегаем, забегаем, забегаем. И вот она. Кузня протосинтеза. Такая вот величественная, мощная. Какие-то искры сверху, да, довольно-таки интересные. Строения небольшие. Фонари. Кликаем на кузню. И видим абсолютно все крафты, имеющиеся на текущий момент. Архетип обновления. Учит призывать и отпускать этого спутника. Архетип метаморфозы. Это всё-всё-всё питомцы, питомцы, питомцы. Разная моделька, разные требуемые реагенты. И всё на этом. Что получается? Что нам нужно для крафта питомцев на текущий момент? 300 частиц творения. А, ну тут вот 150, окей. Далее. Нам требуется искра бдительности, искра хищничества, искра выживания, искра движения. Нужно почекать в оффхед. Нужно понять, откуда они дропаются. Но сегодня, 2 часа бегая на стриме, я дропнул 2 искры. Первая, любознательности. Вторая, оживление. Просто с обычных мопцов. Едем дальше. Третий реагент, который нужен для крафта, это матрица. Матрицу можно купить на аукционе. Цена, наверное, вообще зашкаливает. Матрица протовиана. Матрица хилицида. Используя некоторые аддоны и наведясь на некоторых рарников, можно, например, увидеть то, что с мать фестис падает матрица тарахнида. А нужна ли она на текущий момент для какого-то крафта? Да, нужна для крафта паучка. Окей, хорошо, с этим определились. Далее. В будущем появится крафт маунтов. Там нужно будет еще больше частиц творения. И некоторые люди вообще в тот момент, когда изучили языки, когда изучили шифры в этой консольке, начали дропать частицы. И немножко не поняли, зачем они. Вот, собственно, ответ на вопрос. Зачем они? Нужны они для крафтов. Частицы дропаются со всех мобов. Привязаны к учетной записи Blizzard. Поэтому вы можете пересылать между Ордой, Альянсом, между Мейном, Твинком. Да хоть что вообще можно делать. Ну, только другому игроку передать нельзя. А вот Матрицы, да, можно продать на аукционе. Давайте посмотрим цены. Как хорошо, что у меня есть Брутозавр, и мне не нужно делать много мулов с целью того, чтобы прийти к аукциону. Открываем аукцион, пишем Матрица. И вот они, самые первые Матрицы уже есть на аукционе. Бесформенная, Тарахнида, Цепоида, Скоробида, Буфанида, Аурелида. Само собой, по таким ценам никто их не будет покупать. Наверное. Так что цена, само собой, еще уменьшится. Но, конечно же, посмотрим на практике. Как-то так получается. Пока что это первый этап протосинтеза. Пока что это его основы. На текущий момент предлагаю вам просто фармить эти частицы. Но в ближайшее время я постараюсь сделать видосик, в котором покажу довольно-таки сладкие места, в котором можно будет нафармить частицы. Всего их нужно будет 1010 или 11 для всех питомцев и для всех маунтов. Это очень много. Но это реально выфармить. Всех вам благ. Счастья, здоровья. Берегите ноги, мойте руки. Не забывайте о ссылочках в описании. До скорого.